Здравствуйте! Сегодняшняя наша тема Центральная Азия – один из зачагов мировой цивилизации. В нашей лекции мы рассмотрим вопросы древнего периода истории человечества на территории Центральной Азии, в том числе и Узбекистана. Как известно, процесс формирования человека и первобытного обстроя во всех регионах, в том числе и в Среднеазиатском, проходил несколько этапов. То есть были этапы Палеолита, Мезолита, Неолита, Энеолита, Эпохи Бронзы, а также Эпохи Жилета. Как известно, история этих эпох в различных частях Земли происходит в различное время. И поэтому мы сегодня рассмотрим хронологические рамки этих эпох относительно Центрально-Азиатского региона. Первый период – это Палеолит, Древнекаменный век. Хронологические рамки его 800 тысяч лет до нашей эры и заканчиваются периодом 15-12 тысяч лет до нашей эры. И делится, в свою очередь, на три периода. Первый – это ранний – 800-100 тысяч лет до нашей эры. Средний – 100-40 тысяч лет. И верхний – поздний – Палеолит, хронологические рамки 40-12 тысяч лет до нашей эры. Как известно, Мезолит, Среднекаменный век – 12-7 тысяч лет. Неолит, Новокаменный век – 6-4 тысяч лет до нашей эры. И неолит, Меднокаменный век – 4-3 тысячи лет до нашей эры. Эпохи бронзы, хронологические рамки 3-1 тысячи лет до нашей эры. А также эпоха железа – начало 1-го тысячелетия до нашей эры. Стоянки эпохи Среднего Палеолита на территории Средней Азии обнаружены в Фергане, Селингур, Бухаре, Учту, Ташкентской области, Аберахмат и Хаджакен, в Самарканде, Аман-Кутан, в Сурхандарье, Ташкаташ, Кыргызстане, Унарча, а также в Таджикистане, Каратал. Самые известные из них, то есть это пещера Аман-Кутан, известная как пещера первобытного человека. Здесь найдены не только уникальные археологические объекты и более 16 тысяч костей древних животных, относящихся к 28 видам и под видам. В пещере были найдены каменные орудия охотников 600-1000-летней давности, останки очагов огня древнего человека. Еще одна известная всемирно известная пещера Тишкаташ находится на высоте около 1500 метров над уровнем моря в горах Байсун Турхандарьинской области. Эта пещера была исследована археологом-окладником, который совершил сенсационное открытие, то есть он нашел здесь скелет ребенка неандертальца 8-9 лет. Захоронение еще было окружено рогами горных козлов, вкопанными в землю, что возможно свидетельствует о существовании религиозно-ритуальных культов у неандертальцев. Следующая стоянка – это грот Аберахмат, скальный грот и стоянка древнего человека в долине ручья Пальтау. Летом 2003 года при раскопке в Аберахмате случилась редкая и счастливая для археологии события, то есть были найдены останки древнего человека возрастом не менее 50 тысяч лет. Это вторая, после неандертальцевого ребенка, конечно, полная не только в Узбекистане, но и всей Средней Азии антропологическая находка древнего каменного века. Стоянки древних людей эпохи Верхнего Палеолита были найдены в Ахангаране, Кольбулах, Ташкенте, Боссу, а также Самарканде. В это время первобытное стадо сменилось материнской родовой общиной, и особенностями Верхнего Палеолита стало возникновение рыболовства, сооружения долговременных зимних жилищ, землянок, полу-емлянок. То есть здесь мы рассмотрим изменения в различные периоды именно Палеолиты, то есть в ранний период занятий древних людей это охота и собирательство, религиозных верований, земледелия, ремесла еще нет. В средней Палеолите внешний облик далек еще от современных людей, но появляются условия для перехода от первобытного стада к родовому. А уже в период позднего Палеолита переход от первобытного стада к родовому строю, эпоха матриархата, основные занятия людей уже охота, рыболовство и собирательство. Это памятники, карта памятников эпохи Мезолита, Палеолита и Неолита на территории Средней Азии. Эпоха Мезолита Важнейшими изображениями этой эпохи стали составные орудия труда, то есть топор, лук и стрелы, а также зарождается первобытное искусство на скальной рисунке пещеры Зарауцай. Археологами было обнаружено более ста стоянок эпохи Мезолита в предгорных и горных районах Ферганской долины и юга Узбекистана. Здесь найдены каменные орудия, большое количество костей, животных. За последние 30 лет в центральной Фергане было найдено истинно около 80 мезолитических памятников, среди которых можно отметить Шоркуль, Ашикуль, Янгихадем, Бекабад, Замбар, Тойпоколь. В эпоху Мезолита человек начал приручать животных, и хотя основными занятиями людей по-прежнему являлись охота и рыболовство, возникает новая отрасль хозяйства, то есть мотыжное земледелие и скотоводство. Эпоха неолита знаменита своей неолитической революцией, то есть происходит перевыход от присваивающего хозяйства к производящему. Особенностями неолитического периода стало появление земледелия, гончарного производства, ткачества, что значительно улучшило быть людей и свидетельствовало о важных сдвигах в их хозяйственной преднедеятельности. В период неолит на территории Средней Азии выделяются носители трех видов культур. Это джейтунская культура, кельтаминарская культура и гисарская культура. Джейтунская культура расположена на территории Южной Туркмении 25 километров к северо-западу Ашхабада. Неолитический поселок Джейтун состоял из 30 длиннобитых однокомных домов и его население, по предположениям ученых, составляло около 150 жителей. Встречается здесь также глиняная посуда, глиняные статуэтки зверей и женщин, а также каменные опоры серпы с кремниевыми вкладышами. Вот это памятники джейтунской памятники, то есть керамические, кремниевые украшения, кости, жилища и так далее. Кельтаминарская культура, археологическая культура эпохи неолита открыта в 1939 году, экспедиция под руководством Сергея Павловского Павтоба. Здесь найдены кремниевые изделия микролитического характера, круглая и остродонная керамика. Население занималось рыболовством, охотой и собирательством, на позднем этапе скотоводством. Кельтаминарцы жили в огромных домах, в которых помещалась целая родовая община, примерно в 100-120 человек. Здесь также карта расселения кельтаминарской культуры, а также находки, вот состоянки Толстого, а также вот здесь представлено жилище кельтаминарцев. Инеолит – меднокаменный век, хронологические рамки 4-3 тысячелетия до н.э. В этот период появляются медные орудия труда, ножи, шила, иглы, изредка топоры, а также украшения, браслеты, бусы и серьги. Однако применение меди не привело к качественным сдвигам в развитии производительных сил, и камень продолжал оставаться основным сырьем для изготовления орудий труда. Один из памятников периода Инеолита является Саразов. Саразмитцы имели торговые отношения с древними поселениями Южной Туркмении, Ирана и другими, что обдало неповторимое своеобразие становления архитектурной и производственной культуры. Здесь представлены мезолитические, неолитические и неолитические стоянки на территории Средней Азии. То есть в эпоху мезолита Мачай в Узбекистане, Чельчур, Чашма, Даран, Чур в Таджикистане, Жеран, Куду, Казахстан. Эпохи неолита джитинская культура, как мы отмечали, в Туркменистане гесарская культура в Таджикистане и в Узбекистане, и кальтаминатская культура в Узбекистане. Его найдено около 300 стоянок. А также памятники периода Инеолита, Анау 1-2 в Туркменистане, Намазга 1-2-3, тоже в Туркменистане, плавля конца разума в Узбекистане, Катакурган, и учтут также в Узбекистане. Здесь идет изменение в мезолите, неолите и неолите, то есть есть в мезолите отступление ледника, изменение климата, и появляется в это время луки и стрелы, приручение дикых животных, а также появление древнего искусства. В период неолита уже развитие орудий труда, то есть появляется ремесло их качества, зарождение земледелия, появление судостроительства, а также строительство домов и жилищ. А также в эпоху и неолита уже идет знакомство людей с медью, появляется имущество и неравенство, появляется рушарие земледелия, а также развитие цветной керамики. Это памятники эпохи и неолита, бронзы и раннего железа на территории Средней Азии. Одно из древнейших поселений земледельцев археологи обнаружили у озера Заманбаба в бассейне реки Заравшан. В ходе рассопок здесь были найдены кости домашних животных и детских зверей, а также зерна, пшеницы, ячменя, каменные зернотерки, кремниевые вкладыши для серпов и глиняная посуда. Впервые были обнаружены медные зеркала и различные женские украшения. В Уфандаринской области Узбекистана, недалеко от самого южного города Термеза, сохранились следы древнейшего города Джаркутан. А также недавно были обнаружены следы еще более древнего поселения под названием Сапаля-Тепа. Джаркутан и Сапаля-Тепа уходят корнями в те времена, когда не существовало ни мусульманства, ни христианства, ни даже языческого зороастризма. Однако жители этих земель принадлежали именно к одни поклонникам, кто доказывает найденные здесь постройки и ритуальные предметы. В начале первого тысячелетия на нашей эры на территории древнего хадизма формируется культура земледельцев, получившая название Амирабадская по месту обнаружения древних земледельческих поселений в русле Амирабадского канала. Основное занятие амирабадцев было ирригационное земледелие. Распространены изделия из бронзы, а также земледельческое поселение Якапарцан, которое является памятником этой культуры. Вот памятники Капарцан Турфульскому району. В низовых Амудари вдоль Акчадаринской дельты была распространена другая культура, это Тазабагявская. Основное занятие Тазабагявских племен земледелия при помощи примитивной эрригации и скотоводства. По гребению встречаются двух типов, одиночные и парные, и наиболее важным памятниками этого поселения являются Кават-3, могильный Кэш-Каш, Хопча-3. От Кават-Кала и Кэш-Кала. Благодарю за внимание.